Дэвид Суше Часть четвёртая. Мадонна. Анна! Анна! Ты где, Анна? Я здесь. Что случилось? Звонят в дверь. Ты не слышишь? Нет. Я открою. Папа? Мама уехала. А тётя Мина ещё спит. Плохо себя чувствует. Врачи говорят, ей нужна ещё одна операция на глазах. Идём. Там никого нет. У входной двери никого нет. Она была как амазонка. Амазонка, написанная Рубинсом. Марти, я приехала. Ты слышишь? Я приехала. Марти! Мина! Марти! Мы ждали тебя завтра. Я присытилась Прагой. В такую погоду даже витринами любоваться противно. Как я рада тебя видеть. Оставь вещи. Зигмунд. Чудесно выглядишь. Разве? Я похожа на аиста, застегнутого грозой. А ты? Ну-ка, покажись. Солидный мужчина. Хочешь сказать, я растолстел? Что у тебя тут? Марти! Я не буду обидать. Глупости. Идём. Я знаю дорогу. И привыкла сама носить свои вещи. Тут книги. Надолго ты к нам? Посмотрим. Да, ты поправился. Хороший признак. Значит, ты процветаешь. Что бы ни говорила Марта. А что она говорит? Как я поняла, теперь мы все твои пациенты. Даже дети не избежали твоих исследований. Марта писала, что ты вызвал скандал. Надеюсь. Отлично. Хочу об этом услышать. Ах, мерзкая старая вена. Как вы её выносите? Наш уважаемый коллега, покойный доктор Шарко, настаивал, что предрасположенность к неврозам кроется в наследственности. Но сегодня я предлагаю поспорить на этот счёт. Что, если источник неврозов находится в менее таинственной, но более близкой сфере, в собственной жизни больного? Господа, предрасположенность к неврозам проистекает из сексуальных потрясений, перенесённых человеком в детстве. За последнее время у меня было 17 случаев, когда, расшифровывая причину болезни, я выяснил, что её причина – сексуальные домогательства, навязанные пациенту в его ранние годы. Обычно учителями, горничными, гувернантками. Словно древние камни, детские воспоминания, так долго молчавшие, вдруг начинают с нами говорить. И впервые за тысячу лет мы можем объяснить причины физиологических расстройств. Господа, как говорил Шарко, мы нашли истинный исток этой реки, многоводной, как Нил. Дорогой Вильгельм, как вы предвидели, моя теория детского совращения была встречена так называемым сообществом врачей крайне холодно. Я больше не стану читать им лекции. Теперь я живу в полной изоляции. Я должен собраться с силами для долгого путешествия по жизни в одиночестве. Оно было бы вполне приятным, если бы не теперешнее состояние моего разума. Мой отец быстро угасает. В 82 года у него не осталось сил для жизненной борьбы. Свою последнюю болезнь он переносит отвратительно, что способствует неожиданному смятению в моей душе. У меня такое ощущение, словно высказывание моих идей, это простое переливание воды из пустого в порожнее. Нашу жизнь перевернул также приезд сестры и моей жены. Она свободна духом и относится к нашему бытию с юмором. Она сказала, что я растолстел. В ее устах это значит, что я стал буржуазным. Если бы она знала. Господин Бауман снова нас развлекает. На лестнице я встретил удивительное создание, неземное. Александр? Если бы ты знал, как я тоскую по нашему родному городку и по лесу, даже по грязи, по зимней грязи. Помнишь реку и наш старый мост и наводнения, воду, Да. Обещай мне, что станешь профессором. Пусть даже для этого тебе придется склонить голову. Что бы это ни значило. Ты был жестоким ребенком. Твоя мать и другие дети отдалились от меня. Но тебя я любил. Помоги мне. Зигмунд, выйди. Ты его только утомляешь. Убирайся вон! Чтобы человек понял себя. Чтобы он избавился от постыдных эмоций, преследующих его во взрослой жизни, он должен вернуться назад, как можно дальше. В те времена, когда его существование грозило разрушить любовь его родителей. Когда его потребности делали одного из них возлюбленным, а другого врагом. Эта семейная драма возвращается к нему замаскированной и во взрослом возрасте. Возникает мир, населенный для выросшего мальчика фигурами угрожающих авторитетов и воплощениями материнства. А для выросшей девочки – ревнивыми сообщницами матери и мужчинами, похожими на отца. Это мир призраков. Я намочил постель. Побудь здесь. Я тогда впервые услышал, как мои родители кричат друг на друга. Я пришел в их спальню поздно ночью. Отец велел мне вернуться в постель. Когда я услышал из своей комнаты их крики, я почувствовал странное возбуждение. Смесь страха, удовольствия, волнения и ужаса. Где Мартин? Матильда, куда подевался Мартин? Я не вижу Мартина. Он там. Мина, оставь Матильду. Она обещала за ним следить. К нему пойду я. Мартин опять сбежал. Ты к этому привыкнешь. Неужели? Марта бывает такой нерадивой матерью. Меня наши дети устраивают. Ну, конечно. Марта всегда была послушной, никогда ни с кем не спорила. Интересно, почему ты выбрал ее? Ты хочешь сказать ее, а не тебя? Будь серьезнее. Я любил ее. А теперь? Теперь я на ней женат. Рано или поздно ты от нее отдалишься. Женщина, как зонтик. Рано или поздно ты найдешь своему зонтику замену. Если уже не нашел. Я неделикатна. Но ты так мало мне рассказываешь. Прелестные цветы. Положи их туда вместе с остальными. Пусть ими любуются все. Цветы были для тебя? Зигмунд. Ты хочешь, чтобы твоя дочь поклонялась Мадонне? Я в детстве ей поклонялся. Это правда. Моя няня была католичка. Когда мои родители уезжали, она водила меня в церковь. До сих пор вижу, как она неуклюже становится на колени перед свечами. Она рассказала мне про католический рай, а главное, про католический ад. И научила меня кое-чему. Серьезно? Потом ее уволили за воровство. Я узнал об этом только недавно. Ее звали Тереза. Я вспоминаю все больше подробностей моего детства. В том числе и то, чем учила тебя няня? Она вселила в меня честолюбие. Она говорила, что я стану великим человеком. А с другой стороны, заставляла меня чувствовать себя неловким. В разных сферах. И ты все это помнишь? Воспоминания возвращаются. Я начинаю думать, что сны состоят из того, что мы видели в детстве, что фантазии произрастают из того, что мы слышали, а невротическое поведение и сексуального насилия. Я все больше в этом уверяюсь. Но может быть, все это чепуха? Что скажешь? Я. Хочу знать твое искреннее мнение. Мое искреннее мнение не стоит ни гроша. Эдил, мы отстали от наших. Я хочу понять то, что ты сейчас говорил о Марте. Да. Для меня очень важно иметь человека, который возвращал бы меня к мирской жизни. Очень важно. Она центр моего существования. Она говорит, что скоро поедет в Гамбург недели на две. Зачем? Зачем сейчас? Накануне похорон твоего отца. Это странно. Ничего странного. Ваша мать больна. Она с ней давно не виделась. Кроме того, меня сейчас нелегко утешить. И утешение мне ни к чему. Кроме того, ты должна понять. Некоторые аспекты моего брака полностью исчерпаны. Исчерпаны? Странное слово. Нет, наиболее подходящее. Отношения исчерпаны. Обязанности выполнены обеими сторонами к взаимному удовлетворению. Человек вполне может примириться со своей сексуальностью. Мне кажется, ты со мной согласишься. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok У всех лучших людей было по две матери Кроме родной, не менее любящая и влиятельная приемная мать Например, у Леонардо, у Эдипа И у меня Что ты делаешь? Ты слышал анекдот про мужа, которого застали в объятиях горничной в день похорон его жены Он воскликнул Чего только не натворишь с горя Ты ощущаешь горе? Нет Даже сегодня не ощущаю Ничего Долгое время я ощущал только нетерпение и презрение Да, презрение к отцу Никакого горя Но у меня такое чувство, будто меня выдернули из земли с корнем Перевернулась вся моя жизнь не только из-за потери отца Внутри меня словно образуется пустота Профессиональная, личная Не есть с кем поговорить Кроме тебя и Флиса И то, только когда ты не протестуешь против моих бесстыдных идей Правда, я не верю в твои протесты Мне кажется, тебя трудно шокировать Ты так считаешь? Мои лучшие воспоминания об отце из детства Он водил меня в горы, в леса Хорошее было время Моё детство прошло необычно во многих смыслах Только сейчас всё становится на свои места Мой отец по возрасту годился мне в дедушке Его старшие сыновья были ровесниками моей маме А их дети ровесниками мне Представляешь, что это значит? Она могла быть моей сестрой Твоя мать? Она была ровесницей моих братьев От первого брака отца Я играл с племянником и племянницей моими ровесниками Запутанный мир Я, конечно, чувствовал себя его центром Точкой притяжения среди всех этих этикеток, перепутанных местами Отец, мать, братья, племянница, племянник Каждый был слишком молод или слишком стар для своего статуса в моей жизни Но я держал их всех на своей орбите С тех пор, как я стал изучать бессознательное, я стал бесконечно интересен сам себе Какое влияние оказало на тебя эта запутанность мира? Ты сказал, что твоя мать могла бы быть твоей сестрой Забавно Мне всегда казалось, что ты побаиваешься своей мать Возможно Она вселяет страх? Почему ты так решила? Потому как ты говорил с ней во время наших воскресных обедов Перед ними у тебя всегда болел живот Потому что я знал, как плохо мама готовит И потому что ты знал, что она захочет услышать о твоих новых Славных совершениях Ведь твоя няня обещала тебе слава Любой сын для мамы неудачник, если он не профессор Вот как? Но когда я стану профессором, мама все равно будет плохо готовить Так что нечего стараться А что нужно, чтобы стать профессором? Чтобы стать профессором Надо быть популярным И солидным Тогда, если весь факультет за тебя проголосует, министерство подаст прошение на подпись императору Если ты не еврей с неприличными идеями Император его подпишет, и ты станешь богат Это для тебя так важно? Деньги не главное Знаешь, почему деньги не делают нас счастливыми? Потому что в детстве мы о них никогда не мечтали Все просто Те наши желания Исполнение которых принесло бы нам счастье Родились в детстве Если деньги не гладные Может быть, важна слава? Ведь ее ты желал в детстве? Меня научили ее желать Да, я подам прошение на звание профессора Буду подавать снова и снова, если мое здоровье это выдержит Есть анекдот Старый еврей едет поездом в Карлсбад Но его вышвыривают на каждой станции, потому что он едет без билета У него спрашивают, куда вы едете? Он отвечает, в Карлсбад, если мое здоровье выдержит Понимаешь, мой билет это переход в христианство Я могу присоединиться к тем, кто чтит крест, как твой дядя Я слышал, Малер подумывает о крещении, чтобы возглавить оперный театр Но я лучше буду голодать, чем склонюсь перед римской церковью Мне кажется, у тебя есть склонность к мученичеству Подходящее качество Для христианина? Ты так считаешь? Для Христа, безусловно, но это другое Да, я боюсь бедности С детства Как дикие лошади, пампасов боятся лосо Помню, я читал о них ребенком Однажды, ощутив на своей шее веревку, они боятся ее всю жизнь Я надеялся, что мое последнее открытие Моя теория совращений сделает мне имя Ничего подобного Даже мои больные ее боятся А самоанализ вряд ли принесет прибыль Один мой пациент, банкир С сильным неврозом Сбежал от меня, как только начал переживать роковые сцены из прошлого Крайне трудно полностью восстановить картину детской сексуальности С помощью неохотно говорящих о ней взрослых Если б я смог тебе это объяснить Ты бы мне помогла Эта область полна тайн Я еще никто не исследовал В буквальном смысле никто Нет авторитетов, которые провели бы меня сквозь эти Первобытные джунгли В которых сначала, как у животных, есть разные сексуальные зоны Которым позже запрещают проявлять их силу Рот, горло, анус В определенное время мы учимся презирать некоторые вещи Например, фекалии Мы чувствуем при виде них стыд и отвращение К этому призываются наши обоняния В нашей новой вселенной, где есть мораль Так начинается угнетение Но на какой стадии это пока не определено Я считаю, что во время путешествия через нашу сексуальную предысторию Именно сексуальные приставания взрослых Это то, что овладевает нашим «я» и создают психозы, а не просто неврозы Я в этом уверен К сожалению, воспоминания моих пациентов об их детстве редко бывают точны Мои воспоминания тоже трудно датировать Если бы можно было исследовать детские реакции в разных возрастах Как это можно сделать? Очень просто Я бы изучил реакции детей Не тревожи их сознание Конечно, когда я предложил Марте использовать наших детей, она пришла в ужас Может быть, ты бы согласилась? Ты хочешь, чтобы я показала им фекалии в определенном возрасте? Да Я бы наблюдал их реакцию Нет Пока я здесь Нет Раз так мне придется вспоминать мое детство Используя собственное вдохновение Придется вспоминать Спой мне песню Колыбельную Ты не представляешь, как некрасива была Тереза Как ведьма из сказки Знаешь, я понял, почему ведьмы летают Угадай, почему Палка ведьминой метлы – это господин Пенис Скажите, ваша жена жалуется? Когда вы уезжаете на конгрессы? Нисколько А что? Ваша жалуется? Да Немного У вас усталый вид Вам надо отдохнуть вдали от семьи Поехать в Италию Я сразу выздоравливал среди ее гимних пейзажей Не хочу в Италию Как вам угодно Я рассказывал вам о моей пациентке, которой все время мерещились огромные змеи Их значение легко объяснимо, но я подумал, что в ее случае моя идея о бисексуальности может пролить свет на вопрос подавления эмоций Да, пожалуй Я хотел написать вам об этом и послать вам романы Майера Он вам известен? В его книгах тема бисексуальности очень сильна Как и тема инцеста, связи брата с сестрой Да? Майер, романист Мне кажется, на него сильно повлиял Ницше Всего идея о том, что некоторые индивидуумы смеют нарушать табу Мне кажется, это идет от его собственного опыта Это нашло отклик и во мне самом После смерти моей сестры я просто зачеркивал все мои детские воспоминания о ней Пока не встретил мою жену Иду Ида словно стала ее воплощением Наверное, вы об этом догадались, хоть я и не решался вам все рассказать Майер тоже обожает Италию Озеро Маджоре Вильгельм, я уже сказал, я не хочу в Италию Я хочу остаться здесь и страдать Если захочет Бог распутать клубок, созданный подавлением эмоций С помощью страданий? Если надо, то да Меньше всего я хочу сейчас быть в окружении еще большего количества символов подавления В окружении церквей Этих отвратительных святых и мучеников Которые прославились моими муками или вознеслись на небо Потому что отказались от своих простейших инстинктов Любить, бороться, наслаждаться тем, что предлагает нам жизнь Святость, мученичество, жертвенность Я отказываюсь признать их прекрасными Причем тут святость? Итальянское искусство Одно из чудес света Чем оно сводится? Страдающим глазам под нимбом К замаскированной жажде крови при преследовании людей Людей иной расы или тех, кто отказывается поклоняться кресту Крест Неумолимо ведет к пыткам Эти ваши ощущения изменятся, как только вы проникнетесь сверхъестественной красотой образов искусства Поезжайте в Рим В Орвьето Не надо анализировать эти образы Мне кажется Сейчас Ваша теоретическая работа застопорилась Или у вас мало пациентов И с теорией И с пациентами У меня все в порядке Все прекрасно Доктор Мне пришла в голову одна мысль После нашей последней встречи Когда мы говорили о моих детских снах О черном человеке За которым я гонялся по странной местности И которого никогда не мог поймать Эта мысль пришла мне в голову Когда мы обсуждали, как моя мать долго не могла решиться на второй брак И как я сам с трудом принимал важные решения Так вот Мне кажется Я теперь понял связь Мне казалось Что черного человека зовут Кафир Но как только я увидел связь Я понял, что имя Кафир Это на самом деле фраза Кефер Что по-французски означает Что делать Моя няня была француженка Можно сказать, первая любовь Она вас соблазнила, верно? Вы имеете в виду физически? Физически? Я видела, как он обращается с моими братьями Физически Он сажал их на колени Ласкал А со мной Он был осторожен И сдержан Мне пришлось самой проявлять к нему внимание Разумеется, я не понимала, зачем я это делаю И, конечно же, не понимала, что это плохо Долгие годы я успешно Подавляла эти воспоминания Только здесь И только вам я могу их пересказывать Не чувствуя себя виноватой Это большое облегчение Скажите Я совершаю прогресс? Марти легла спать Я сделал серьезную ошибку Нет, больше того Я выставил себя дураком Я сам не верю в свою теорию совращения А мои больные верят Они упиваются ею Они сочиняют для меня истории, словно поклонники дьявола Все? Не знаю Нет, конечно, нет Но если я не могу отличить правду от вымысла Может быть, меня обманывали все? С кем я работаю? Это возможно Ты врач, но на удивление плохо разбираешься в людях Да Я плохо в них разбираюсь Ты права Именно поэтому я сделал стремление их понять В своей профессии Подобно тому, как поэтами часто бывают те Кому крайне трудно себя выразить Я решил на месяц уехать В Италию С Марти? Конечно, нет С братом Александром Марти не любит любоваться красотами в моем ритме А в Александре хорошо то, что, будучи железнодорожным служащим, он четко соблюдает расписание Спасибо тебе За то, что ты была со мной жесткой Я имею в виду твой отзыв о моей работе Но теория совращения абсолютно правильная Я просто так устал, что не верю своим собственным идеям Читала эту книгу? Роман Майера Который? Да Этот мне известен Правда? Он замечательный Захватывающий сюжет А куда именно ты едешь? На озеро Маджоре? Нет, нет Скорее всего, в Рим Не знаю Я еще не решил Кстати, о Риме Я подал в прошение название профессора В Риме я буду в окружении Мадонны Я стану говорить себе, что в конце концов Мадонна Относилась к нашей расе Она была еврейской девственницей Как и ты В правом нижнем углу фрески мы видим в толпе самого Синьор Элли, одетого в черный Рядом с ним Фра Беата Анжелика Из Фьезоли Его предшественник Чья работа над фресками была прервана его смертью Странно было бы, если бы смерть ее не прервала На следующей фреске изображен Антихрист Совершающий свои ложные чудеса Это я Уходи Боже, как тут жарко Не открывай окно Меня замучил звон колоколов Они звонят к вечерне Скоро смолкнут Они никогда не смолкнут Они напоминают верующим, что каждое мгновение их жизни – это мгновение их вины Что конец близок Что церковь владеет их душой и телом Зигмунд, научись с этим мириться Время будет хуже Мы не поедем в Рим Не сегодня Почему? Там заказан отель Что-то за еврей Я знаю, зачем ты рвешься в Рим Чтобы посещать шлюх Или ты хочешь пойти там к вечерне? Что с тобой? Ты сам хотел в Рим В другой раз Как сказал бы наш великий предшественник Ты о ком? Ты медленно соображаешь Наш предшественник – еврей Ганнибал Ганнибал был еврей? Конечно, он был семит Это одна из версий Когда папа умирал Он говорил только о Фрайбурге О его красоте О горах, о лесах Даже о грязи Но я при этом вспоминал о том Как однажды Доба и христианин Сбил с отца шляпу Мы шли по дороге Какой-то человек плюнул в отца И сбросил с него шляпу В грязь Знаешь, что сделал отец? Я ясно это вижу Он весь съежился Потом пошел за шляпой Поднял ее Вытер И вернулся ко мне Съежившийся еврей Вот, читай Мне отказали в звании профессора Созерцая эти образы в одиночестве Ночью я не смог не признаться себе Что они прекрасны Но, дорогой Вильгельм В этих образах нет ничего сверхъестественного Ничего чистого или абстрактного Ничего Я наконец увидел то, что долго было от меня скрыто С моих глаз упала пелена Когда я отвернулся в стадиат образа лжемессии Так похожего на меня самого И повернулся к распятию И к скорбящим женщинам Образы, что преследовали меня Со дня приезда сюда Вдруг словно заговорили Мадонна с младенцем Кормящая богоматерь Обнажившая грудь У которой встретились два людских желания Похоть и голод Это языческие образы, Вильгельм Не христианские иконы, а языческие образы Сохранившиеся в веках, как некий бесстыдный кот Страсть к матери Всеобщее стремление к матери Всеобщая фантазия Кто-нибудь задумался, почему младенец Иисус изображается не как дитя А как крошечный мужчина Фантастический мужчина Младенец, глядящий на Святую Деву И с под полностью сформированных взрослых бровей Почему я только сейчас это понял? Младенец, подобный языческому Эдипу Жаждет высшего эротического союза Не родительница соблазняет невинного младенца Жаждущим младенцем у груди был и я В каждом ребенке есть языческий антихрист Передразнивающий невинный взгляд цивилизованной гуманности На пути домой из Италии, кажется, в Бреслау Я увидел газовые фонари на станции И вспомнил другую поездку Наш переезд из Фрайбурга в Вену Мне тогда едва исполнилось 4 года Я впервые увидел такие фонари, поскольку рассказы моей няни Терезы Были еще живы в моем сознании При виде фонарей я стал думать о душах, горящих в аду Во время переезда я к тому же впервые увидел мою мать, обнаженной И как я теперь понимаю Возжелал ее Она возилась с маленьким Джулиусом, моим братом Бедный ребенок, как я его ненавидел Его смерть посеяла во мне первые семена вины Которые в последние месяцы дали мощные всходы Когда мы доехали до Берлина, я был в сильном возбуждении, как можно представить Я даже смутил Флиса рассказом о маленьком Джулиусе, моем сопернике в детстве Я обрушил на Флиса свою краткую исповедь, но он придет в себя Жаль вас обеих не было со мной в Италии Городок Орвьета стал моей дорогой к истине Я чувствую себя как тот, кто придумал новую религию Это произведение трусков, погребальные дары Семейный портрет в Терракоте Нравится? Они прекрасны И относительно недороги Милый, прости, мне пора куподить Не уходи Мне надо еще многое тебе рассказать Самое главное то, что я понял причину всех неприятных чувств к моему отцу Которые с немыслимой силой охватили меня, когда он умирал Эти чувства были всего лишь прикрытием мощного и давнего чувства соперничества За обладание моей матерью Понимаешь, неудивительно, что пьеса «Царь Эдип» величайшая из всех драм о судьбе Ведь каждый мужчина из зрительного зала сам был Эдипом Эта драма изображена по всему Средиземноморью На каждой улице, в каждом здании, где есть образ Царицы Небесной Которая нянчит своего сына Представь, как я себя почувствовал в Италии, когда впервые сбросил со своих глаз пелену банальности и восприятия Я сбросил ее не зря Ибо в Италии всюду находятся самые первобытные, самые бесстыдные из языческих образов Но они не только разрешены, но и обожествлены церковью и почитаются верующими Это настолько явно, что может ускользнуть от глаз Спрятать вещь лучше всего, оставив ее на виду Сами христианские церкви часто построены на руинах языческих храмов Церковь Марии на храме Мины, то есть Минервы Есть в Риме такая церковь А я уж думала, что и не был посвящен храм Я оговорился, я произнес твое имя вместо имени богини мудрости Я иду Тебя огорчило то, что я говорил? Для тебя это не страшно? А меня, как мать, твои идеи ужасают Извини С этим ничего не поделаешь, Марти Как не ужасайся Знаешь, что сказал Флис, когда я высказал ему свои идеи? Не позволяйте художнику внутри вас подавлять ученого От него я этого не ожидал Ты ведь понимаешь? Мы нашли ключ Матрицу Она древнее, чем Афины Она стара, как само человечество Но она может произвести революцию в его самосознании После всей сентиментальной лжи и глупой святости, навязываемой нам веками Это мое высшее достижение Такое же ценное, как изобретение электричества или колеса Да, именно так Могу я позволить себе минуту триумфа? Судя по тому, что ты сказал Ты перевернул всю свою теорию с ног на голову Выходит, соблазнители не взрослые, а дети? Да, в их воображении В играх страстей мы все пытаемся это забыть Но это выходит на поверхность Каждое наше взрослое устремление отражение нашей детской драмы Откуда ты о ней знаешь, если мы ее забыли? Я прожил ее заново Я снова стал ребенком в эти последние недели Во снах И во снах, наяву Увидев детских соперников в моих лучших друзьях Вспомнив детские влюбленности Ты говоришь о своих чувствах так, словно описываешь случай очередного больного Это случай общий для всех Я с удивлением обнаружил Насколько тщательно человек скрывает по-настоящему интимные вещи От себя так же, как от других Со всеми происходит одно и то же По мере взросления мы становимся чуждыми самим себе И тому, что мы научились считать извращениями Естественным действием Инцесту Содомии Убийством Ты объявишь миру, что они естественны? Да Но это не значит, что все должны их совершать С другой стороны Предположим, что В отсутствии Бога фантастическое допущение Нет ничего выше, чем удовольствие Это жутко аморально? Более аморально, чем добродетельный отказ от удовольствия Я видел, какую награду получают добродетельные люди Они попадают ко мне на лечение Тарквини пророчили Что Рим завоюет тот, кто первым поцелует Мать В метафорическом смысле, конечно Субтитры создавал DimaTorzok Мне вчера снился сон Я был в Праге Не потому, что город был на нее похож Я просто знал, что это Прага Со мной рядом шел никто иной, как граф Тан Он рассказывал удивительные сплетни о чешской политике Если бы я мог их вспомнить Вы расскажете нам про ваши сны позже, не за игрой в карты Тем более, что мы играем с Фрейдом Обычно это вас не останавливает О своих сна Зигмунд нам никогда не рассказывает Ладно, слушайте Однажды Мне снилось, что я поднимаюсь по лестнице голым Неужели? Хватит 150-140 Надо записать все как можно точнее Я вспомнил, что говорил мне Тан Он рассуждал не о чешской политике, а о турецкой Алоэс, замолчите Он объяснял мне свои взгляды Нет-нет, это интересно У меня в среду свободен один час Можете прийти ко мне на прием Зигмунд Правда ли, что одна ваша пациентка покончила с собой? Люди болтают от того, что вы были заняты и не приняли ее Так вам сказали? Мне сказали, что она повесилась Но не по той причине, которую назвали вы Неужели вы думаете, что я отказался бы принять больную? Я сказал, это людская болтанья Бедняжка была безумна Кто вам о ней рассказал? У меня такое впечатление, что вокруг масса самоубийств Это стало настоящей эпидемией На той неделе наш сосед, молодой человек Отсек себе член Истек кровью и умер Соседи слышали, как он кричал Природа, природа, хватит Это эпидемия Ваш ход Да-да Вы знаете, когда я был в Турции Меня там поразило необычное отношение к смерти Турки Как мне кажется, к ней совершенно равнодушны После определенного возраста Для них важно одно Половая жизнь Не может быть Это правда? Как только активная половая жизнь кончается Турок начинает считать, что дни его сочтены Кстати, вы читали отзывы О книге Флиса? О той, которую я назвал Новой Кабалой? Мне кажется, его дни сочтены А книгу вы читали? Я ее просмотрел Ее поймет только математик Или черный маг Сплошная нумерология Надо иметь половую близость раз в 23 дня Чаще, если человек левша Осталось приписать к этой книге эпиграф из Фауста Меня ждет дальняя земля всей тайной книги Из Нострадамусовых рук Читать я буду небо звездное Вы пропустили одну строку О лучшем проводнике я не мечтал Неудивительно Вам не хватает именно проводника Да, красноречивый пропуск И не небо звездное, а полюс звездный Интересно, почему вы допустили эту ошибку? Может быть, потому, что вы заурядный семейный врач Польского происхождения Чьи звездные достижения бледнеют Рядом с талантом Вильгельма Флиса Бросьте, Зимун Или вы привлекли наше внимание К сложностям с вашим полом То есть с половым членом Потрясающе Вы любые слова перевернете так Чтобы в них появился плотский смысл Для вас нет совсем ничего невинного Зря я об этом спросил Нет, нет Я и сам себя часто об этом спрашиваю Мой ответ Невинное есть Иногда Даже Гомер с этим согласен В некоторых случаях Сигара Всего лишь сигара Марти, едем со мной Ты же знаешь, я не могу Можешь Мы будем осматривать красоты Так медленно, как ты захочешь Не больше двух музеев в день И один собор Александр клянется, что больше никуда со мной не поедет Если я не подпишу обязательства Не пропускать поезда На которые уже взяты билеты Мы с ним не годимся друг другу в попутчике Ты ведь понимаешь, почему я хочу вернуться в Италию Пока не кончилось лето и не стали возвращаться пациенты Конечно Поезжай Я подумал, что Мина еще не была в Италии Я с ней об этом пока не говорил, но Может быть, позвать ее со мной? Конечно Позови Субтитры подогнал «Симон» В фильме снимались Дэвид Суше, Хелен Бурн, Сюзан Бертиш, Дэвид Свифт, Антон Лессер, Хуарт Курн, Элиза Хант, Фрэнк Бейкер, Гордон Рид и другие Производство BBC совместно с компанией Hearst ABC RCTV Композитор Илона Секач, оператор Элмер Косси, продюсер Джон Пёрди, режиссер Мойра Армстронг Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»